Рахманинов Рахманинов Российский дирижер и пианист в этом году худрук фестиваля кантата. Сквозь спектакль прослеживается глубокая тоска Рахманинова по родине. Ее последний великан русской культуры, как его окрестили авторы постановки, испытывала на протяжении всей миграции. Это такая компиляция и фантазия на тему той информации, которая у нас есть о Рахманиновой, и то, как мы фантазируем, вспоминаем и вообще размышляем над таким явлением, как Сергей Васильевич Рахманинов в нашей жизни и его творчество. На территории бывшей Восточной Пруссии сохранилось немало средневековых сооружений. В их стенах пройдут следующие концерты. Сюрпризом для гостей станут выступления в Оленбургской кирхе и на территории завода Понарт, основанного в 1849 году, а также концерты в замке Бранденбург. Все собранные на фестивале средства пойдут на восстановление исторических памятников региона, которые сейчас нуждаются в реконструкции. Кирхо в железнодорожном, собственно, кирхо-гердаун в этом году было принято решение благотворительным фондом благоустройства взаимопомощи, который в том числе аккумулировал средства с двух первых фестивалей. Они запустили проектирование восстановления и консервации этой кирхи. Я надеюсь, в ближайший год увидим начало работ на этой кирхе. Контата в этом году посвящена не только 150-летию Сергея Рахманинова, но и русской опере. Организовать такую насыщенную программу в Калининградской области удалось при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Впереди еще шесть концертов и один спектакль, плюс еще образовательный проект, который впервые запускается на фестивале под эгидой общества знания. Благодаря Контате юные музыканты смогут побывать на уроках у звезд мировой величины, например, у Юрия Башмета. А завершится фестиваль гала-концертом в День России у стен Кафедрального собора. Алексей Анкудинов, Михаил Эльбаум, Вести, Калининград.